Никто не идеален, и ошибки почти неизбежны, но некоторые из них могут обойтись очень дорого. Буквально, и вот 10 самых дорогих ошибок за всю историю. После них ваши промахи покажутся не такими уж и страшными. Номер 10. Обрушение моста Солнцу Мост Солнцу через реку Хан соединяет два района Южной Кореи, и он популярен среди автомобилистов Сеула. Это километровое сооружение неожиданно обрушилось утром 21 октября 1994 года. Мост просто не выдержал веса сотен людей, которые ехали на работу в час пик. Приблизительно в 7 часов 40 минут центральный кусок длиной 48 метров рухнул с высоты 20 метров вместе с автомобилями, фургонами и автобусами. 32 человека погибло, еще 17 пострадали, и началось расследование этой странной катастрофы. На мост уже жаловались из-за неустойчивого фундамента, из-за которого казалось, что он раскачивается. Оказалось, что причина крылась в ошибке строителей. Стальные соединения эстакад, поддерживающие центральную часть, были привадены неправильно. Их толщина была 8 миллиметров вместо 10, и важные штифты сломались под огромным давлением. Хотя мост был спроектирован так, что выдерживал более 36 тонн на автомобиль. Грузовики весом более 47 тонн тоже часто ездили по солнцу. Из-за всего этого Государственный совет выплатил 185 тысяч долларов в качестве компенсации жертвам. А на перестройку моста он заплатил еще 2 миллиона долларов. Эта ошибка обошлась дорогой ценой. Номер 9. Опасные небоскребы. Весной 2014 года в финансовом районе Лондона появился новый небоскреб высотой 160 метров. В народе его сразу же начали называть рации из-за изогнутого дизайна. Но эта сияющая башня также скрывала зловещую тайну. С наступлением лета горожане начали жаловаться, что вогнутая сторона здания, выходящая на юг, вызывает мощные солнечные лучи в определенное время суток. Из-за этого температура поднималась до 70 градусов. Сконцентрированный луч был способен расплавить плитку, вызвать пожар на коврике в парикмахерской и даже расплавить обшивку ягуара местного бизнесмена. А один журналист попытался приготовить яичницу на этой жаре. Переименованную палящую рацию остановили с помощью специального временного солнцереза между третьим и 34 этажами. Его повесили на 6 месяцев. И он стоил 12 миллионов. Тяжелый удар, учитывая, что строительство обошлось в 250 миллионов. Иронично, что архитектор Рафаэль Виноли также построил отель Видара в Лас-Вегасе. У него была та же проблема. Он обжигал людей и получил прозвище «Луч смерти». Виноли признался, что знал, что это случится, но он не смог оценить, насколько плохо все будет. Кажется, пора сказать этому парню, что не надо сооружать супероружие вместо зданий. Номер 8. Падение Lotus Riverside Комплекс Lotus Riverside в Шанхае был амбициозным проектом, но обернулся катастрофой из-за одной простой ошибки. Жилой комплекс состоял из 11 многоэтажных домов. Однако в 5 часов утра 27 июня 2009 года одно из зданий внезапно рухнуло, чудом не задев соседние здания, а также избежав кошмарного эффекта домино. В результате погиб один строитель. Но жертв могло бы быть намного больше, если бы в почти достроенном здании уже жили люди. Как показало расследование, 30-этажный дом упал из-за несоблюдения строительных стандартов и очень плохого фундамента. Землю под зданием выкопали, чтобы сделать 5-метровую подземную парковку, и на берегу реки появилась 10-метровая куча. Под ее весом берег провалился, и вода тут же хлынула под землю. Она размякла, фундамента слаб, и в итоге здание опрокинулось в южном направлении. Если бы кучу земли переместили, этого можно было бы избежать. Из-за этой оплошности многие инвесторы покинули проект и потребовали свои деньги. И компания понесла огромные убытки, вплоть до 30 миллионов долларов, в том числе траты на строительство и компенсацию. Ведь квартиры стоили 2100 долларов за квадратный метр. Номер 7. Озеро Пинер В 80-м году выставка бурения от Техаса вызвала цепь катастрофических событий. Пресноводное озеро глубиной 3 метра в Луизиане, известное как Пинер, превратилось в соленое глубиной почти 400 метров. В ноябре нефтяная вышка за 5 миллионов долларов, принадлежащая Уилсон Бразерс, случайно повредила купол подземной шахты по добыче соли, так как Техаса неправильно рассчитала ее точное расположение. Около 13 миллиардов литров воды выкачали из озера, смыв соль, почву и воду в постоянно расширяющуюся огромную дыру, которая создала воронку, засосавшую платформу, 11 барж, буксир, 65 акров окружающей местности и даже остров в центре озера. Хаос уничтожил большую часть свидетельств катастрофы, так как воздух, вышедший из шахты, вызвал гигантские гейзеры. Канал Дель Камбре изменил направление и потек к воронке. Удивительно, но никто не умер. Пострадала лишь гордость Техаса и ее кошелек. Компания выплатила 32 миллиона владельцу шахты и 12 с лишним миллионов питомнику растений. Пиньер стала, пожалуй, самым дорогим искусственным озером. Техаса и Уилсон Бразерс заплатили сумму, равную 140 миллионам долларов в наши дни. Номер 6. Балтик Эйс Ошибки могут произойти где угодно, как доказал автор Балтик Эйс, который затонул за 15 минут в Северном море в 2012 году. Это огромное и тяжелое судно погибло в 65 километрах от побережья Голландии, столкнувшись с контейнеровозом Корвус-Джей. 11 из 24 человек погибли, а 1400 новых машин Митсубиши утонуло. Их перевозили из Японии в Россию. Судно опустилось на глубину 30 метров в одном из самых оживленных морских путей. Это застопорило движение кораблей и создало угрозу выброса опасных веществ в море. В марте 2014 года компания Ричксватерстад поручила партнерам Баскалис и Мамея Цалвач убрать обломки автовоза. Сначала из него извлекли оставшиеся 540 тысяч литров нефти. Более 18 кораблей и 150 человек приняли участие в операции по вызволению судна. Для этого пришлось поднимать сильно поврежденный Балтик Эйс по частям. В апреле 2015 года его разрезали на 8 секций с помощью троса и подняли из воды. Только посмотрите, какой он большой. Вот носовая часть с автомобилями. Полиция Голландии не смогла расследовать инцидент, так как он произошел вне ее территории. Но считается, что все произошло из-за человеческой ошибки, так как ни одно судно не соблюдало правила. Операция по подъему корабля стоила 67 миллионов евро или 75 миллионов долларов в наши дни. Плюс стоимость Балтик Эйс и затраты на ремонт Корвус Джей, а также убытки из-за груза, который они перевозили. Все это обошлось в 150 миллионов долларов. Номер 5. Марс Клаймат Орбитер В 99-м году новый космический зонд НАСА под названием Марс Клаймат Орбитер сгорел и развалился на части, когда он приближался к планете после 9 месяцев полета. Этот орбитальный аппарат должен был изучать климат на Марсе, но он даже не смог приземлиться. И ответственность за неудачу лежит на людях, отправивших его в космос. Команда по тяге двигателя использовала метрические единицы, то есть миллиметры и метры, для указания планируемой высоты аппарата. А команда из Lockheed Martin Astronatics использовала имперскую систему с дюймами и фунтами и не поняла, что нужно перевести все параметры в другую систему. В результате аппарат прилетел намного ближе к поверхности Марса, чем планировалось, на высоте 57 километров. Это привело к тому, что он тут же взорвался прямо в атмосфере. Ошибки в расчетах стали причиной провала всей масштабной миссии, которая стоила более 328 миллионов долларов в 99-м году. С учетом инфляции, это свыше полумиллиарда долларов в наши дни. Лучше использовать одну систему измерения. Номер 4. С-81 Isaac Peral. Бывает, что ошибки уже поздно исправлять, когда замечаешь, что что-то не так. Но все было иначе с якобы современной испанской подводной лодкой С-81 Isaac Peral. Ее ввели в эксплуатацию в 13-м году, и она вошла в новую часть флота Испании. Но с дизайном подлодки есть одна проблема. После погружения она, возможно, никогда не сможет снова всплыть. А все потому, что один недостаток просто не заметили, и лодка весит где-то на 75 или 100 тонн больше, чем нужно. Это значит, что Испания вложила деньги в подводную лодку, которая может двигаться только вниз. Считается, что ошибка произошла из-за десятичной точки, поставленной не в том месте в вычислениях. Эта точка может обойтись в 9 с лишним миллионов долларов за метр корпуса, который расширили для баланса. При этом 680 миллионов уже потратили на это судно, а на 4 лодки ушло 3 миллиарда. Такую колоссальную ошибку нельзя просто замять и забыть. С-81 должна была войти в испанский флот год назад, но неизвестно, увидит ли она когда-нибудь свет. Номер 3. Аэропорт Берлин-Бранденбург Аэропорт Берлин-Бранденбург, построенный в ознаменовании падения Берлинской стены, должен был стать третьим по величине в Германии и одним из самых загруженных в Европе. Это современное здание, у которого даже есть свой работающий вокзал. Однако, ни один пассажир не проходил через его двери. Дорогой аэропорт должен был открыться в 2012 году, но сейчас там можно увидеть ленту для багажа без багажа и поезд, который ездит для стимуляции воздушного потока. Почему? Глобальный финансовый кризис 7-го и 8-го года снизил шансы на участие подрядчиков, и несколько политиков предложили вложить деньги, но их идеи различались. В какой-то момент вместимость терминала удвоили после того, как строительство уже началось. А когда компания аэропорта поняла, что архитектор не учел магазины, были заказаны новые торговые точки. После всего этого приглашение на масштабное открытие отправили в 2012 году, но церемонию отменили, так как противопожарную систему признали неработоспособной. Повторный осмотр аэропорта выявил целых 550 тысяч неисправностей, которые нужно было устранить. Они варьировались от плохих лампочек до неправильно установленных кабелей. Миллионы тратились каждый месяц на содержание здания, и аэропорт обошелся более чем в 6 миллиардов долларов, став в 3 раза дороже. Номер 2 Ваза Эта ошибка произошла в 1624 году. Король Швеции заказал великолепный военный корабль. Ваза, новый флагман шведского флота, был представлен в 1628 году. К ужасу тысяч зрителей, он едва покинул Стокгольмский залив и быстро затонул на глубине 32 метра. С первым же порывом ветра военный корабль опрокинулся, унизив короля, который обвинил уже умершего строителя Хенрика Хибертсона. В то время на корабль потратили более 200 тысяч королевских долларов, что составляло более 5% валового национального продукта Швеции в год. То есть 20-я часть годового дохода страны внезапно оказалась на дне Стокгольмской гавани. Если бы такой же процент ВНП Швеции потратили на один корабль сейчас, он бы стоил свыше 25 миллиардов долларов. Вазу восстанавливали с 1956 по 90-й год. После этого в музее выставили корабль, который удалось отреставрировать на 98%. Расходы на восстановление неизвестны, и частично их покрыл флот. Но сейчас реставрация такого корабля стоит от 55 до 110 миллионов долларов. И, как показал осмотр археологов, в затоплении была виновата конструкция, орудийная палуба была слишком тяжелой. Номер быть уверенным, что для вас не осталось никакой ценности. И продажа Аляски отлично это доказывает. Изначально Аляска принадлежала России и была довольно прибыльным источником меха, чая и льда. Но в середине 19 века Александр II решил, что нет никакой выгоды в ее сохранении. Суровая погода не давала вести сельское хозяйство, а большое расстояние затрудняло защиту земли. Потому Россия согласилась продать регион Соединенным Штатам за 7 миллионов долларов. Американцы не знали, что делать с Аляской, пока в Юконе не нашли крупное месторождение золота. Это означало, что на самом деле здесь полно природных ресурсов, особенно нефти и золота. Так как соотношение рубля к доллару в то время было почти равным, прибыль от продажи была невелика. Но Штаты вернули свою долю в стократном объеме. По оценкам экономистов, сейчас стоимость запасов нефти и газа Аляски составляет 200 миллиардов. Из-за такой ошибки Александр II переворачивается в своей могиле. А вы когда-нибудь совершали дорогостоящие ошибки? И какая из этих историй показалась вам самой нелепой? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!